Группа греческих адвокатов будет защищать честь и достоинство Александра Македонского. Соответствующий иск направлен против известной кинокомпании. Многих зрителей возмутило, что в фильме «Александр. Великий полководец» показан бисексуалом. Одновременно американский альянс геев и лесбиянок решил выступить в защиту древнего завоевателя. Что за страсти вокруг правителя, умершего в IV веке до н.э.? Греки считают, что создатели фильма слишком вольно обошлись с биографией великого полководца. Для них Александр – создатель империи, которая простиралась от Балкан до Индии. Он такой же символ единства нации, как император в Японии. Когда действующий 125-й император Акихита объявил о своем желании отречься от престола в пользу сына, это вызвало шок у большинства жителей страны восходящего солнца. Целый год японский парламент разрабатывал закон об отречении и передаче власти наследнику Нарухита и решил, что это произойдет только в 2019 году. А ведь после Второй мировой войны Япония могла стать республикой, а не монархией. Лидеры стран-победительниц настаивали на том, чтобы признать правившего в ту пору императора Хирохита военным преступником и отдать под суд. Однако глава американских оккупационных сил в Японии генерал Дуглас Маккартур настоял, чтобы Хирохита остался на престоле. В 1976 году пожизненный президент Центрально-Африканской республики Жан Бедель Бакаса решил назвать свою страну империей, а себя провозгласить императором. На коронацию ушла четверть бюджета нищей страны. Бакаса подражал Наполеону, но не собирался расширять свою империю, начиная войны с соседями. Просто самодурствовал. Все это было бы смешно, если бы не было так страшно. Многие считали императора психически ненормальным. Однажды он приказал уложить арестованных школьников на землю и проехался по ним на грузовике. Кроме того, Бакаса был людоедом. Его империя просуществовала всего три года. После падения Бакаса и революции в Иране, свергнувшись с престола шаха Мохаммеда Резапи Хриви, на земле осталась одна единственная империя – Япония. Неужели век блистательных империй закончился навсегда? Или нас ждет новый подъем имперского величия? Как создается культ личности и можно ли его разрушить? В каком-то смысле империя – это велосипед. Что общего между Цезарем, Сталином и Железным Тимуром? Перемены в истории, конечно, всегда заливаются кровью. Почему демократия – это бомба замедленного действия? Для того, чтобы нас никто не трогал, мы посеем хаос. Когда появится на свет правитель новой великой империи? Император и страна начинают влиять друг на друга. Я, Анна Чапман, раскрою эти тайны. Субтитры подогнал «Симон» Франция, Париж, январь 2018 года. Сенсационная новость. Держатели российских облигаций царских времен требуют от Москвы выплат по этим бумагам. Сто лет назад большевики отказались платить по долгам предшественников, сославшись на то, что не считают себя наследниками рухнувшей Российской империи. Однако потомки тех, кто в начале 20 века вложил деньги в ценные бумаги, все еще надеются получить компенсацию. Общую сумму выплат оценили в фантастическую сумму 30 миллиардов евро. Однако, как считают юристы, шансов получить эти деньги у французов нет. Российская Федерация не объявляла себя правоприемницей Российской империи. С точки зрения международного права про империи, про имперское прошлое пора забыть. Но почему же многие эксперты уверены, за империей будущее? Обычно про мировое господство говорят как про что-то плохое. Нет, ну если это, конечно, про нашу планету, а никто ведь не считает, что инопланетян там диктатура. Если мы просто говорим про неких марсиан, мы тем самым подразумеваем, что у них на всей планете это один строй. Видимо, следующий шаг – это создание всемирной империи. Как говорят футурологи, контакт с инопланетной цивилизацией неизбежно подтолкнет человечество к объединению. Но какую форму государственного устройства выберут люди? Конфедерацию и демократических республик? А может быть, империю? Слово «республика» заключена энергией демократичности. То есть это как бы горизонтально, власть народа, когда народ очень близок к лидеру государства, лидеру республики. А империя – это структура вертикальная. То есть это не только, не просто власть, это супервласть. И поэтому само слово «император», «империя» – это означает сверхвласть, почти божественную. Франция, Париж. Собор парижской богоматери. 2 декабря 1804 года. Папа римский Пий VII совершает коронацию Наполеона. Маршалы держат знаки императорской власти. Корону, скепетр и меч Карла Великого. И вдруг происходит невероятное. Папа собирается возложить на голову Наполеона корону. Но тот выхватывает ее из рук Пий VII и коронует себя собственноручно. Ничего подобного не случалось за всю историю человечества. Но почему Наполеон нарушил ритуал, освященный церковью, что дало ему право фактически самому присвоить себе императорский титул? Житие Наполеона, как апокалипсис святого Иоанна. Все чувствуют, что там скрывается что-то еще, но никто не знает, что именно. Иоганн Вольфганг фон Гёте. В том же откровении святого Иоанна есть такие слова. «Я есть Альфа и Омека. Начало и конец. Первый и последний». Великие строители империи осознавали свое исключительное место в истории и нередко примеряли эти слова к себе. Они обладали, помимо того, что сейчас, скажем, энергетикой, харизмой, они обладали какой-то магией и в результате совершали поступки, которые смертным, собственно говоря, не подвластны. Специально для программы «Тайный Чапман» астролог Светлана Проскурякова берется проанализировать гороскопы нескольких знаменитых правителей прошлого. Может быть, звезды объяснят нам, как и почему рождаются и умирают империи. «Астрология не фатальна. Карта рождения показывает потенциальные возможности страны или лидера государства, например. Но что будет, что будет происходить, во многом процентов 70 зависит именно от воли человека». Как же такие разные люди, как Наполеон и Александр Македонский, Петр Первый и Сталин распорядились благоприятным расположением звезд? Чуть позже наш эксперт раскроет вам эту тайну. В каком-то смысле империя – это велосипед. Пока она едет, она империя, как только она останавливается, она сначала некоторое время стоит, потом шатается, потом она падает, она разрушается. Империя всегда направлена на расширение вовне. Историки знают, создатели империи иногда как будто начинают вести заочный спор со своими великими предшественниками. Петр Первый упразднил патриаршество. Два века спустя Сталин его восстановил. У Сталина очень сильный Юпитер в напряженном аспекте с Нептуном, сильный Марс и Плутон тоже в напряженном аспекте друг другу, сильное Солнце. Личность диктатора, харизматичного диктатора. Китайский император Цинши Хуэнди решил, что история страны должна начинаться с его правления. Все архивы, все древние летописи, написанные прежде, император велел предать огню. Разительный контраст со Сталином, который не только внимательно изучил биографию Ивана Грозного, но и оставил на страницах книги множество пометок. Чаще всего это было слово «учитель», обведенное в рамку. У него огромная библиотека была. Подсчитали специалисты несколько тысяч книг, которые он читал, причем не просто читал, а помечены карандашом. То есть он читал думча. По легенде, создатель Великой империи монголов начал свой путь к власти с того, что убил родного брата, который отказался признать его старшим в семье. Наслаждение и блаженство человека состоит в том, чтобы подавить возмутившихся и победить врагов. Чингисхан. Чингисхан. Он родился в 12 веке, в 1155 году. Очень сильное солнце, сильный Марс, сильный Юпитер, что определяет качество лидера. Так что же отличает всех великих правителей? Вера в свою избранность? Способность учиться на ошибках предшественников? А может быть, необузданная жестокость? Все великие империи построены на крови и на готовности их правителей идти на крайние меры. Будущий властитель империи мог быть царским сыном, как Александр Македонский или Петр Первый, мог быть простым офицером, как Наполеон, или даже сыном сапожника, как Сталин. Но все они начинали путь к власти с того, что без колебаний расправлялись с соперниками. Люди ждут появления великого властителя, и он приходит. Немецкий социолог Макс Вебер утверждал, что у всех политических лидеров есть такое качество, как харизма, способность вызывать всеобщее обожание. Но мало понравится будущим Паттанам. Надо еще создать легенду о том, что именно этот вождь приведет народы к неслыханным победам. У разрозненных монгольских и прочих кочевых племен существовало даже несколько пророчеств о великом воине, который всех соберет и поведет на захват всего мира. На этих пророчествах Чингисхан и строил свою пропаганду. Еще в глубокой древности, наблюдая за передвижением небесных светил, жрецы пытались угадать, каким образом расположение звезд влияет на события, происходящие на Земле. К магам, астрологам и предсказателям обращался Юлий Цезарь. При помощи магических карт Таро пытался заглянуть в будущее Чингисхан. Многие французы верят, что появление такой фигуры, как Наполеон, было не случайным. Нострадамус более чем за два века пророчествовал о Наполеоне, что он будет родом с Корсики, что захватит власть и станет диктатором Франции на 14 лет. Известно, что сам Наполеон был весьма суеверен. И даже находясь в зените своего могущества, нередко обращался к гадалкам. Император искал ответы на мучившие его сомнения. Юпитер у него в соединении с Ураном. То есть это сочетание этих планет определяет вот именно такую взрывную неожиданность. Никто не ожидал, что он приедет к власти. Никто не ожидал, что он добьется такого. Путь к престолу всегда тернист и связан с множеством опасностей. Ведь абсолютной власти добивается множество соискателей. В Турецкой империи, где многочисленные жены рождали султану множество сыновей, проблема решалась просто. Каждый новый султан начинал с того, что рубил своим братьям головы. Известна трогательная история об одном мальчике, который попросил отложить казнь, чтобы он мог доесть вкусную халву. Дети, выросшие в атмосфере страха и жестокости, став взрослыми, сами были готовы проявить свои худшие качества. В античности, в средневековье или в 20-м столетии эта схема срабатывала неизменно. Сталин наблюдал, как его отец его ненавидел, и как он избивал постоянно маму. То есть это было постоянно на его глазах, да, и это тоже с определенной ролью сыграло. Персидский царь Дарий II сжег свою мать саживо. Римский император Вителий уморил мать голодом. Сына султана Сулеймана Великолепного убили на глазах у властителя. Петр I заточил в монастырь первую жену Евдокию и сестру Софью, а сына Алексея приказал умертвить. «У меня есть много оснований предполагать, что если ты меня переживешь, все, что мною создано, не спровергнешь». Из письма Петра I царевичу Алексею. Считается, что в наше время в цивилизованном мире подобные жестокости невозможны. Значит ли это, что уже никому не удастся создать империю на крови? Что говорят об этом астрологи и кто может стать новым великим императором? Смотрите далее. Да здравствует Дональд I. Может ли Трамп стать императором Америки? Обама – это последний президент США в этом либеральном привычном виде. И почему опасно находиться рядом с самодержцем? Вот именно в ближнем кругу зарождалась оппозиция. Специально для программы «Тайны Чапман» какие секреты таят в себе гороскопы великих людей? Это определяет их миссию. Они не могли быть другими. Какими же качествами должен обладать человек, который стремится к абсолютной власти? Как на судьбу создателей великих империй влияет расположение звезд? Специально для программы «Тайны Чапман» мы попросили астролога Светлану Проскурякову проанализировать гороскопы нескольких знаменитых правителей прошлого. Петр Первый, русский царь, у него солнце формировало аспект с Ураном. А Уран – это планета, управляющая пассионариями, людьми, которые идут вопреки общепринятым нормам и правилам. Москва, 30 сентября 1698 года. 200 стрельцов, участников бунта против царя Петра, на телегах, увитых черными лентами, везут на казнь. Им зачитывают приговор, а затем сам царь собственноручно рубит головы пяти стрельцам. Крутой характер Петра отмечают все его современники, но при этом признают – без жесткости, часто переходящей в жестокость, ему вряд ли бы удалось создать огромную империю. На пути к единоличной власти нередко приходилось прибегать к массовым репрессиям. Египетские фараоны ездили на боевых колесницах, к которым были привязаны отрубленные руки врагов. Победив одно из татарских племен, Чингисхан приказал вырезать всех побежденных, кроме детей, ростом ниже тележного колеса. В наше время такое массовое убийство назвали бы геноцидом, а его организаторы отправили под суд Международного трибунала. Может быть, поэтому создать новую империю сегодня невозможно? Ну, основные, конечно, повороты истории, перемены в истории, конечно, всегда заливаются кровью. Как считают психологи, когда происходят казни, большинство людей ассоциирует себя не с жертвами, а с палачами. В эти моменты в толпе пробуждаются дремлющие до поры до времени инстинкты агрессии, незримыми эмоциональными нитями, привязывая народ к правителю. Массовая любовь гарантирована, даже если император не слишком хорош собою. На конкурсе красоты великие мира сего заняли бы последние места. Почти у всех имелись физические недостатки. Тимур был хромым, Цезарь лысым, у Сталина была сухая левая рука из-за того, что в молодости он попал под дилижанс и повредил нерв. Петр Великий на фоне своего окружения казался необычайно высоким. А Наполеон – коротышкой. Но, может быть, это и есть плата за величие? Какой была внешность многих великих правителей прошлого, мы можем только предполагать. Но даже если портреты сохранились, нельзя исключать, что художники и скульпторы льстили своим владыкам. К примеру, изображения Гая и Юлия Цезаря вполне реалистичны во всех деталях, кроме шевелюры. С определенного возраста великий полководец стал лысеть, и это его раздражало. И Цезарь, и Македонский, они имели сходные планетарные аспекты. И поэтому Цезарь интуитивно чувствовал, что он похож. Он чувствовал сродство, несмотря на то, что они родились в разные века. И поэтому Цезарь стремился подражать Македонскому. Правители жестоко преследовали любую попытку поставить под сомнение их физическую силу и выносливость. И при этом многие из них болезненно переживали свою ущербность. Императоры рождаются часто с какими-то дефектами тела, может быть, даже психики или чего-то еще. Это мотивация. Я маленький, но я докажу вам, что я красив. Среднеазиатский полководец Тимур в молодости был тяжело ранен в ногу, и потом хромал всю жизнь. И в историю вошел под именем Тимур Элянг, что значит хромой. На Востоке такое прозвище считалось оскорбительным. Но хромец доказал, что это не мешает быть непобедимым. Похожие эпизоды можно найти в биографиях многих великих властителей. Они над собой очень сильно работали. Это целеустремленность, это безумная трудолюбие, работоспособность. И люди в них видели лидера. Иногда кажется, что великие мира сего несчастные люди. Они лишены самых простых человеческих радостей, дружбы, привязанности, любви. Им приходится опасаться самых близких соратников, тех, кто и привел их к власти. И Юлий Цезарь, и Чингисхан, и Петр Первый убирали тех людей, которые оказывались недовольны новым положением. Им уже нужны были другие люди, другого класса, другого уровня мышления, опыта и таланта. Некоторые исследователи даже приписывают великим паранойю, находя в их деяниях признаки ненормальности. Об этом говорят такие не вполне рациональные идеи, как русский поход Наполеона, который понимал, что Кутузов заманивает его вглубь страны, хотел остановиться, но параноидальное упрямство гнало его вперед. Точно так же китайский император Циньши Хуэнди догадывался, что Великая Стена не остановит набеги кочевников, но продолжал строительство, не жалея ни денег, ни людей. Это вот именно паранойя так называемая, когда ты уже боишься, тебе кажется, что все вокруг враги. Мир ужасен. Опасаясь, что во время сна его убьют заговорщики, Циньши Хуэнди каждую ночь менял комнату, в которой спал. По вечерам его наложницы в сопровождении Евнухов переносили постель императора из одной части дворца в другую. Что это? Страх перед реальной угрозой жизни или обычное самодушство? Императрица Екатерина Великая делала четыре ошибки в слове из трех букв. Вместо «еще» она писала «исчо». Исправлять ошибки государыне никто не решался, а французский философ Вольтер, с которым Екатерина вела переписку, даже придумал на этот случай крылатую фразу. Тем хуже для орфографии. Когда Александр Македонский со своей армией дошел до реки Инд и увидел в ней крокодилов, он и его ученые-спутники решили, что это река Нил. Представление о географии было в те времена еще довольно слабым. И тем не менее, Александр планировал завоевать весь мир и дойти до океана. Он родился вблизи сезона затмения, и у него, в его карте рождения, очень сильными являются Солнце, Марс, Нептун и Плутон. Самодурство или чудачество большинства правителей – лишь временное отступление от рационального мышления. Великие создатели империи всегда действовали обдоманно, иначе они бы не достигли намеченных больших целей. Да, чисто чудачество, потому что тот же Наполеон мог взять ружье у заснувшего солдата и стоять на карауле. И этим самым он и держал в подчинении, и в любви. Но не могло быть подчинения без любви. Юлий Цезарь не только реформировал календарь, он положил начало новой эпохи – эпохи императорского Рима. Империя, конечно, невозможна без конкретной личности. Почему? Потому что идеи есть, все к этому готовы, вот-вот, ира должна что-то вспыхнуть, для того, чтобы вспыхнула, должна быть искра. Без искры даже самая горючая смесь, она не воспламенится. Цезарь был уверен – сами боги вознесли его над согражданами. В своей божественной миссии не сомневались Чингисхан и Тимур. Но самое главное, что их подданные разделяли эту же веру. Участники Пугачевского бунта верили, что на теле их вождя, которого они считали императором Петром Третьим, есть царские знаки. Задумаемся, а есть ли объективные признаки того, что человек станет во главе империи? Александр Македонский, Юлий Цезарь, Петр Первый, Наполеон. Что их объединяло, кроме властолюбия и готовности примерить императорский венец? Эпилепсия. Эпилепсию еще называют падучей. Не от того, что во время припадка больные теряют сознание и падают. Это искаженное произношение латинского слова «кадуцей» – «священный». Древние в самом деле считали эпилепсию признаком того, что человек отмечен богами. В списке известных эпилептиков многие властители мира, в самый разгар президентской кампании в США сторонники Трампа заявляли, что его соперница страдает падучей. Однажды в ходе общения с прессой Клинтон неожиданно стала делать движения головой, очень похожей на приступ эпилепсии, но очень быстро справилась с припадком. Возможно, это болезнь. Следствие усиленной мозговой деятельности? А может быть, некая сила таким образом выделяет особых людей? Известна она с самых древнейших времен. То есть первые описания, которые нам дает теперь история медицины, говорят о том, что ее знали в Древнем Египте. Очень много описаний у древнегреческих врачей. Люди, страдавшие ею, да, возвращаемся к тем самым великим историческим личностям, они же преодолевали себя бесконечно. Медики знают, эпилепсия – болезнь, которая может привести к тяжелым поражениям головного мозга, эпилептическим психозам и даже слабоумиям. Однако, если взглянуть на список великих эпилептиков, слабоумными их никак не назовешь. Это люди очень целеустремленные. Это люди, имеющие очень жесткую дисциплину и могут отказывать себе вообще в любых видах комфорта для достижения поставленной ими цели. Это люди, которые любят власть. Поэтому у них есть такая великая способность идти по головам и достигать великих целей. Когда первобытные шаманы и колдуны общались с духами, они нередко впадали в транс, чем вызывали священный ужас у обычных людей. Не случайно в жизнеописаниях многих пророков исследователи находят признаки эпилептических припадков. В средние века в эпилепсии видели одержимость человека дьяволом. Враги Петра Первого, который был подвержен приступам судорог, но не падал на землю и не терял сознание, видели в этом доказательство того, что царь – это воплощение антихриста. Кажется, отмеченность эпилепсии есть признак того, что одной воли недостаточно для создания империи. Существует какая-то внешняя сила, наполняющая избранного человека необычной энергией, с помощью которой он поднимает в бой армии, переселяет народы, меняет границы. Происходит всплеск мозговой деятельности и всплеск творческой деятельности одновременно, к чему Наполеон практически не проиграл ни одного сражения, потому что именно находясь в этом эпилептическом припадке, он наперед мог прослеживать все те стратегии, которые ему нужно было в военных действиях, спрогнозировать, как нужно расставить силы, чтобы потом выиграть этот бой. Все современники отмечают необычайные ораторские способности великих императоров. Александр убедил своих воинов начать поход за тридевять земель, и они пошли, зная, что вернутся немногие. Некоторые эксперты считают, что великие лидеры способны гипнотически воздействовать на массы. Но рано или поздно наступает некоторое отрезвление. Греки обнаруживают себя на берегу Инда, монголы в Аравийской пустыне, французы на заснеженных русских просторах. И чтобы сохранить империю, на помощь приходит идеология. Маленькая, ничего не значащая Македония внутри Греции, которая разрастается до империи. Почему? Во-первых, там был человек Александр Македонский. Он стал носителем имперской совершенно новой идеи. Персидскому царству была не нужна идея. Его создал талантливый завоеватель, у которого была многочисленная и сильная армия. Он шел и покорял соседей. Александр Македонский двинулся на персов, чтобы отомстить за разоренные греческие земли. И уже в походе он задумал объединить народы Востока и Запада. Петр I следовал идее превратить Россию в передовую морскую державу. Наполеон насильственным путем распространял в монархической Европе буржуазные свободы – главные достижения Великой Французской революции. 20-й век окончательно доказал, что без идеологии великие империи существовать не могут. Собственно, идея коммунизма в Советском Союзе была не что иное, как создание Всемирной империи. И Лев Троцкий, который мечтал о перманентной революции, ну, конечно же, он не был просто маньяком, который хотел разрушить весь мир. Он хотел создать Всемирную империю. Имперские идеи популярны и сейчас. Даже среди бывших покоренных народов, своей кровью добившихся освобождения. Не случайно в Британии растет индийская община, а во Франции – алжирская. Людей тянет в митрополию не только возможность заработать. Раз имперская идея жива, то можно говорить о возрождении империи. Но где это произойдет? В Старом Свете? В Китае, который открыто заявляет о своих претензиях на мировое лидерство. А может быть, императорскую корону возложит на себя президент Соединенных Штатов Америки? Могила Чингисхана неизвестна. Сталин не знал покоя после смерти. Преемники решили вынести его тело из Мавзолея. А может быть, императоры – это какие-то особые люди, и даже их посмертная судьба предначертана свыше. Александра Македонского современники называли сыном Зевса. Сыном Бога Солнца считался Верховный Инка. Японцы верили, что их императоры – прямые потомки богини Солнца Аматерасу. Японцы боятся остаться хотя бы на один день без императора. В связи с тем, что по астрологии император – это есть лицо страны. То есть то, что происходит с императором, то происходит и со страной. И если убрать эту должность или убрать лицо, которое исполняет эту должность, то может случиться что-то и со страной, вплоть до ее гибели. Празительные изменения в характере и мировоззрении Петра I, которые произошли с ним после путешествия в Европу, в народе объясняли тем, что царя подменили. Подобные истории рассказывали и о Наполеоне. Отцом Сталина некоторые историки считают знаменитого путешественника Николая Пржевальского. Легенды и мифы – неизменные атрибуты культа личности. А культ личности начался как раз с императоров. В императоре есть некая космическая миссия. Он настолько иномерен и инопланетен, что его часто сравнивают с инопланетянами. Отсюда вот эта бесконечная идея о небесном происхождении власти, небесном происхождении империи. Ведь небо, оно максимально соответствует понятию империи. Фантастические успехи строителей империй народная молва объясняла вмешательством потусторонних сил. Рассказывают, что Наполеону во время египетского похода явился загадочный красный человек и заключил договор, обязуясь помогать во всех сражениях. Этот договор продлялся несколько раз, но перед битвой при Ватерлоу красный призрак окончательно отказал императору в помощи. Знаками, обозначающими избранность, были отмечены и Тимур, и Чингисхан. Чингисхана признали вот таким руководителем великой степи, когда началась молния, а молнии страшно боялись монголы, потому что там же нет деревьев, которые защитят, там домов. И любой человек, который идет, он мишень для молний. А вот Чингисхан не испугался и пошел во время этих молний в атаку. После этого и считали его избранным. Есть легенда, что к Сталину, отбывавшему Туруханскую ссылку, в 1916 году съехались шаманы окрестных сибирских народов и провели обряд, наградивший неизвестного грузинского социал-демократа необычной силой. Неужели вождь народов был великим посвященным? Какие дары он получил от шаманов? Смотрите далее. Яблоко от яблони. Почему на детях гениев природа отдыхает? Скажем, у того же Петра Первого руки не доходили, особенно заниматься воспитанием цесаревича. Блеск и нищета Вашингтона. Как демократия уничтожит Соединенные Штаты Америки? Распас США возможен прежде всего из-за построения системы, которая отвергает единое началие. Сны о чем-то большем. Когда появится новая Великая Империя? Империя, так или иначе, это некий прообраз будущего. И после смерти великим императорам и диктаторам нет покоя. Гробница Александра Македонского в Александрии исчезла. Скорее всего, была поглощена наступающим морем. Тело Юлия Цезаря сожгли на погребальном костре. До сих пор неизвестно, где могила Чингисхана. Энергетика императоров настолько сильна, что с окончанием их физической жизни, их жизнь не заканчивается. Они как бы продолжают жить и после смерти. И поэтому даже после смерти они продолжают влиять на большое количество народных масс, на большую территорию. И считается, что если, допустим, разорить могилу Чингисхана, или, допустим, сделать перезахоронение кого-либо, обязательно будут какие-то изменения, и, скорее всего, разрушительные. Гигантское захоронение Циньши Хуэнди было случайно обнаружено только в 1974 году недалеко от Сиане. Вместе с императором были похоронены десятки слуг, жены чиновников. Гробницу охраняла теперь известная на весь мир терракотовая армия. Но самое удивительное, что тела самого императора в гробнице не было. Когда мы говорим об империи, нельзя не говорить о мистической составляющей, которая сопровождает главных лиц носителей имперской традиции или, собственно, начинателей вот этой империи. История гробницы Тимура в Самаркандском мавзолее Гуры-Мир была окутана страшными легендами и проклятиями. Одно из них сбылось, когда в июне 1941 года гробницу вскрыли, чтобы антрополог Михаил Герасимов сделал по черепу скульптурный портрет правителя. Сразу после вскрытия началась Великая Отечественная война. Впрочем, у некоторых историков есть сомнения, что в гробнице действительно лежало тело хромого полководца. Советский Союз, Москва, 9 марта 1953 года. Столица прощается с председателем Совета министров СССР, секретарем ЦК КПСС Иосифом Виссарионовичем Сталином. За гробом идет все руководство страны. Тело вождя торжественно похоронено в мавзолее вместе с Лениным. 8 лет спустя Хрущев распорядился перезахоронить Сталина у Кремлевской стены. Однако есть версия, что это проделали с двойником. Настоящие останки сожгли в крематории. Как бы то ни было, все эти загадки объединяет одно обстоятельство. Останки великих недоступны, а следовательно невозможно исследовать их ДНК. Шведские ученые недавно заявили, что выявлен один ген, присущий исключительно убийцам и насельникам. Существует также ген гениальности. А может быть есть ген создателей великих империй? Но кому-то очень не хочется, чтобы это было подтверждено научными исследованиями. Евгений Николаевич Гумилёв говорил, что о космической как раз природе энергии, которые создают народы, этногенез. То есть путем вспышек сверхновых звезд происходит некая мутация на определенном пространстве представителей разных народов, на определенной территории. Появляются поэты, появляются пророки, но в том числе появляются воины. Всех великих правителей объединяет еще одна особенность. Ни один из их детей не оказался по своим способностям достойным отца. Сын Ивана Грозного Федор был слабоумным, сын Петра Великого Алексей – слабовольным интриганом, сын Сталина Василий – пьяницей. Скажем, на того же Петра Первого руки не доходили, особенно заниматься воспитанием цесаревича. Как утверждают эксперты, большинству людей свойственно мистическое мышление. На вере в приход Мессии основаны почти все мировые религии. И меньше надежд возлагают и на грозного властителя, который установит справедливый порядок. А если так, значит появление новой мировой империи не только возможность, но и надежда человечества. Но, может быть, эта империя уже существует, только в особой форме? Америка – сверхдержава, но не империя. Так считают многие эксперты, хотя и признают, что внешнюю политику США по праву можно назвать империалистической. Существует прогноз, если Соединенные Штаты не сокрушит внешний противник или природная катастрофа, страну разъест изнутри сама ее основа – демократия. Все империи можно разделить на два типа. Земные – те, что связаны с сушей, и морские. Земные империи прирастали соседними территориями, как римская, китайская, российская. Морские – результат захвата заморских колоний. Британская, французская, испанская империи. Люди высаживаются на некий другой берег и просто смотрят на всех остальных, как на животных, которых надо организовать в загоны некоторые. Поэтому, если мы посмотрим на карту Соединенных Штатов Америки, то увидим, что она похожа на такую, на ковбойскую майку. Она совершенно квадратная. Соединенные Штаты были колонией, а стали митрополией. Их главные владения – военные базы, позволяющие держать под прицелом и контролировать большую часть мира. На сегодня это более 700 баз по всей планете. Налицо стопроцентный империализм. Но можно ли назвать США империей в полном смысле слова? За всю историю США только Джорджа Вашингтона можно назвать императора. Потом потребностей в таком мощном лидере просто не было. Ну, хотя последние 70 лет элите США очень хочется быть империей, но отсутствие императора не дает преодолеть бесконечные внутренние разногласия. Ну и самое главное – завоевать в мире уважение. Даже при нынешнем политическом, идеологическом и даже культурном господстве Америка так и не выдвинула ни одной харизматической фигуры, которая могла бы встать вровень с императорами прошлого. От сын Шухуанди до Сталина и никогда не выдвинет. Слишком глубокие демократические традиции не позволят. Это принципиально другой вид империи. Они взяли совершенно другую модель и своровали ее у Иосифа Сергеевича Сталина, который сказал, давайте построим социализм в единовзятой стране. Так это взяли и американцы на вооружение, что мы будем только процветать вот на этом нашем острове, а там, для того, чтобы нас никто не трогал, мы посеем хаос. Говорят, что демократия у американцев в крови, и они не мыслят другой формы государственности. Но в 1859 году городской сумасшедший из Сан-Франциско Джошуа Нортон провозгласил себя императором США. Как ни странно, его уважали, бесплатно кормили в ресторанах, а в газетах публиковали его указы. В одном из указов он повелел построить мост через пролив Золотые ворота. Мост действительно был построен в 1937 году, уже после смерти императора, и сейчас является главной достопримечательностью города. Но, может быть, кто-то из нынешней политической элиты США все же способен стать единовластным правителем Америки? Смотрите далее. Под вывеской демократии. Кто на самом деле управляет миром? За любыми процессами и за любой политикой стоит один человек. И станет ли Америка четвертым рейхом? Трампу придется создавать вариант американского фашизма. Что увидел астролог, изучив гороскопы великих правителей прошлого? Только в программе «Тайны Чапман» вся правда о том, где и когда начнется новая эпоха в истории человечества. Карта рождения короля или императора, она должна резонировать с картой государства. Соединенные Штаты претендуют на роль империи, которой не нужны колониальные захваты. Военные мощи, господство доллара как главной мировой валюты – вот основа американского глобального влияния. Но можно ли говорить о единстве нации в случае серьезной угрозы безопасности страны? Конечно, есть закулисное теневое правительство. Но вряд ли оно спасет Америку от развала при глобальной катастрофе или серьезном военном конфликте. Распас США возможен прежде всего из-за построения системы, которая отвергает единое началие. Ну и поэтому, если сильный лизер и появится, он будет вынужден сначала сломать саму систему. Целостности США угрожает необеспеченный золотом доллар. Отказ от него, как от мировой резервной валюты, способен привести к сильнейшему экономическому кризису и гражданской войне. От Америки могут отделиться самые богатые штаты – Калифорния и Техас. Национальные конфликты закончатся созданием нескольких суверенных государств. Эксперты считают, чтобы не допустить такого развития событий, Дональду Трампу придется установить режим единоличной власти. Обама – это последний президент США в этом либеральном привычном виде. То есть Трампу придется создавать вариант американского фашизма с цензурой СМИ, со вследовольствием спецслужб. И, естественно, Трампу нужны будут свои штурмовики. Ну, куда ж деться? Американцы называют свою страну самым демократическим государством в мире. Но откуда тогда правящие династии? Президентами были отец и сын Буши. Хилари Клинтон собиралась второй раз стать хозяйкой Белого дома, где уже жила с тогдашним главой государства Биллом Клинтоном. Поразительно, но американский знаток генеалогии Герри Бойт Робертс установил, что все президенты США находятся в родственной связи друг с другом. И это – образец республики. Они утверждали, что несут демократию, а породили хаос гражданской войны. Свергнув в Ливии режим Муаммара Каддафи, организаторы «Арабской весны» погрузили страну в пучину между усобиц. Неужели не демократия, а единовластие – более естественная форма государственного устройства? Возможно, на Земле еще появится новая могущественная империя. Какая страна более всего подходит на эту роль? С точки зрения стороннего наблюдателя, человеческая цивилизация может показаться довольно странной. Разнообразие ее формы, проявлений говорит скорее об упадке, чем о расцвете. В Швеции тюрьмы закрывают, машины с электродвигателями выпускают. Ну, а в Африке бандиты на джипах прошлого века друг друга с пулеметов расстреливают. В Индии голые йоги, которые питаются солнечным светом. Вот прилетят инопланетяне, вот им кого землянами-то считать? Социологи предостерегают – господство западных ценностей может привести к тому, что мир окажется на грани самоуничтожения. Но кто диктует такую модель поведения? Безусловно, за этим стоит определенная либо секта, либо группа людей, которые не совсем, опять же, здоровы. Но у них есть свои, как бы, в этом отношении свои цели. Пропаганда сексуальной толерантности, гомосексуализма, ювенальная юстиция – все это ведет к разрушению традиционной семьи. Падает уровень образования, а это грозит умственным оскудением новых поколений. Никем не контролируемый приток беженцев из азиатских и африканских стран разрушает веками формировавшиеся европейские устои. Выдержит ли политическая система Запада все эти вызовы? Или люди сами захотят, чтобы на смену врождающейся демократии пришла империя? Но кто сможет возглавить ее? Мое субъективное мнение, что демократия – это утопия. И мое субъективное мнение, что за любыми процессами и за любой политикой стоит один человек. У него может быть ближний круг, который просто дает пониманию общей картины. Но решение все равно принимает один человек. И ответственность несет всегда один человек. Специально для программы «Тайный Чапман» астролог Светлана Проскурякова проанализировала гороскопы нескольких великих правителей прошлого. Что объединяет всех этих людей? Как расположение планеты со звездей повлияло на их судьбу? Многие из этих императоров родились вблизи сезона затмений. Это определяет их миссию. Они не могли быть другими. Они должны объединить большое количество людей и стран. История показывает, что зачастую рождению империи предшествуют гражданские войны и революции. Так появилась римская, наполеоновская, советская державы. Создатели империи – победители хаоса. Нынешнее самоуничтожение цивилизации тоже хаос. Империи, так или иначе, это некий прообраз будущего единого царства, единого правительства, единого человечества, если хотите, который объединит всех. Не будет войн, не будет никаких трагедий, не будет никаких катастроф. А это указывают и законы астрологии. Может быть, где-то на Земле уже родился человек, которому судьбой предписано стать великим правителем, пролить немало крови, но при этом навечно вписать себя в аналы истории. Простой анализ натальных карт великих правителей показывает, что большинство из них появляется на свет весной или летом. Овны, тельцы, близнецы, раки, львы. Имеет место взаимное влияние территории на человека и человека на территории. Карта рождения короля или императора, она должна резонировать с картой государства. И если такая связь есть, хорошая или плохая, гармоничная или напряженная, вот эти вот две взаимные структуры, император и страна, начинают влиять друг на друга. Великие правицы Эдгар Кейси и Ванга единодушно указывали, что грядущее экономическое и культурное процветание Земли начнется в России. И при наложении карты вот этого лидера на карту России имеется очень четкий резонанс. И причем достаточно гармоничный резонанс. Астрологи не делают однозначных прогнозов. Всегда могут быть варианты. И, несомненно, одно. Ближайшие годы станут решающими для нашей страны. Евразийская идея берет все самое лучшее от советского наследия, берет самое лучшее от наследия Московского царства и Золотой Орды и предлагает построить как раз вот эту империю, новую империю, где каждый народ сохранился и чувствует себя комфортно. Но это будет единое пространство. Все будут понимать, что они живут в одной цивилизации. Закон единства и борьбы противоположностей лучше всего иллюстрируется историей человечества, которое стремится то к единению, то к разделению. Побеждает то одно, то другое стремление. Но сначала нужно объединить всех. Так вот, все империи, так или иначе, их можно рассматривать как бы как прологами или как репетициями, генеральными репетициями вот к этой основной глобальной идее империи. Наши эксперты уверены, на очередном витке развития исторической спирали на Земле появятся новые империи или единая империя, и для нее найдется один, единственный правитель. Людей всегда интересовали фигуры выдающихся правителей, как бы их ни называли императорами или диктаторами. Памятники им воздвигали, сносили и воздвигали снова. Видимо, так устроен человек. Ему нравятся масштабы исторических деяний, несмотря на реки крови, пролитые создателями великих империй. Сегодня одной тайной стало меньше. Вы стали свидетелем загадочного явления и успели его запечатлеть? Поделитесь своим открытием на моей странице в Инстаграме, в социальных сетях и на сайте РТВ.